Традиционно слет юных экологов начался с торжественного открытия. В актовом зале новой Володарской школы собралось более сотни человек. Это учащиеся учителя общеобразовательных школ и педагоги детских садов. Для них работали специальные секции. Например, воспитатели дошкольных учреждений выступали с докладами на тему экологической культуры дошкольников. А ученики городских районов школ представляли свои исследовательские работы в области экологии. Наши ученики и учителя вносят свой вклад в решение этой проблемы. И весь год мы работали над этим. То есть мы собирали мусор и не просто выкидывали, и он гнил где-то на полигоне, а проводился раздельный сбор мусора. Оказывается, из прищепок и карандашей можно смастерить собаку из ненужного будильника и детских машинок эксклюзивную лампу. И даже обычные жестяные банки нашли свое применение. Ежегодно особым вниманием у участников слета пользуются выставка «Хлам-арт» или «Вторая жизнь вещей». В экспозиции представлено более 200 поделок с использованием бросовых материалов. Необыкновенные по содержанию и очень современные. Вы, наверное, видели робота, который собран из наушников, ложечек, вилочек. Вы видели дракона необыкновенного. Педагоги – люди очень творческие. И мы надеемся, что наша выставка будет становиться все больше, а слет привлечет к себе внимание и соседей из соседних районов. Уже не первый год на выставке представляют свои работы ученики и педагоги Бутовской школы номер один. И в этот раз они не остались в стороне. Одна из поделок – это кувшинки, которые изготовлены из обычных пластмассовых одноразовых ложек, и бумага, и пластилин. Защитить окружающую среду – это очень важно. В школе этой теме посвящено очень много мероприятий. Мы сажаем различные деревья. У нас есть теплица, в которой мы выращиваем растения, которые используем в еде, в столовой. Часы из музыкальных пластинок и бутылочных пробок, ракеты из пластиковых бутылок и много других уникальных поделок. Все это дело рук детей, родителей и педагогов детского сада «Машенька» поселка Володарского. Вот этот одуванчик, который привлекает у всех внимание работа нашего педагога. Ракета тоже, которая сегодня собрала свои лавры, ее фотографирует. Ну и, конечно же, звезда сегодняшнего мероприятия, экологической конференции – наш робот. Фантазия и умелые руки позволили Ане Орловой переуплотиться в настоящего робота. А главное – теперь этот костюм можно использовать в детских постановках. Все для детей, чтобы детей порадовать, заинтересовать в интересные игры. В полной мере свои творческие идеи воплотили и педагоги детского сада «Солнышко». Более 30 работ они представили на стенде. Большинство сделано руками детей и родителей. Но есть одна подделка, выполненная воспитателем группы «Пчелка» Натальи Цитурян. Уникальность этого чудесного домика заключается в ее секрете. Сейчас я вам покажу его. То есть улей хранит мир? Да. Сегодня из нашего улей вы получаете маленький подарок от нашего детского сада. Школы и детский сад, набравшие наибольшее количество баллов по итогам всей работы, будут признаны лучшими учреждениями 2017 года по экологическому воспитанию и образованию. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.